Сегодня в ремонте очередные шатуны под установку футорки, то есть ремонт резьбы. Обычно я показываю, как это уже готово, а сейчас я покажу, как это не готово. Итак, у нас левый шатун, очень сильно сорвана резьба, то есть резьба полностью отсутствует. Соответственно, мы сюда вставим ремонтную футорку, хорошую, дорогую, не нашего производства, а производства фирмы Cyclus. Это Англия или Германия, что-то такое. Значит, шатун будет позиционироваться на этой оси, то есть будет сначала ось зажата в тиски, на ось будет надет шатун, зафиксирован, прижат прижимной вот этой гайкой, потом зафиксирован и просверлен точно по центру, чтобы соосность между осью и ремонтной футоркой, осью педали, она была полностью параллельная. И после этого будет на Локтайт вклеена футорка. Соответственно, я вам покажу уже готовый результат, когда будет это сделано. А на правом шатуне пока все хорошо. Здесь как бы был сорван первый виток резьбы, я изнутри прогнал метчиком, метчик здесь 9-16 идет, прогнал резьбу и, можно сказать, восстановил. То есть лишнее алюминий туда наружу вышел, и теперь педаль можно сюда нормально вкрутить. Но опять же, видите, да, самый первый виток такой немножечко плохой. Через какое-то время, возможно, его вырвет, и тогда мы уже будем в правую, в правый шатун вставлять футорку. Но, может быть, шатун этот послужит еще и достаточно долго. Это мы узнаем уже от клиента, соответственно, через годик-через два, когда он приедет к нам снова на ТО. Так, шатуны отремонтированы. Вот так вот после ремонта выглядит новая резьба. То есть сюда вкручиваются футорки. В футорки мы заказываем с немецких сайтов. Стоят они там порядка трех евро за штучку. Это специальная какая-то сталь. И далее мы устанавливаем сначала в тиски, в сверлине станок в тиски зажимается вот эта вот ось. Дальше на нее надевается сам шатун. И дальше здесь рассверливается отверстие большим диаметром. То есть здесь, по-моему, 15 или 16 делает токарь, точно не знаю. Рассверливается отверстие под футорку. Соответственно, у нас соосность вот этого отверстия и вот этого отверстия остается идеальной. То есть если вручную сверлить дрелью или какой-то разверткой, можно зайти под каким-то углом. И резьба будет не точно отцентрована относительно оси, относительно вала, относительно вот этого штока, на котором держатся шатуны. Соответственно, мы сначала зажимаем вот эту штуку в сверлильный станок. Потом только надеваем шатун и делаем именно правильно, параллельно отверстие. Далее здесь нарезается резьба. У нас много всяких разных метчиков. В правые, в левые нарезается резьба под футорку и на лактайт. Вот такой вот фиксатор резьбы. Это самый дорогой фиксатор резьбы, который есть. И самый прочный. То есть он типа неразборный, красный тюбик. На самом деле он зеленого цвета. В общем, после него выкрутить футорку вообще невозможно. Грей-не грей. Она сидит намертво. И вот так вот это выглядит после того... Вот видите, он зелененький такой фиксатор. После того, как футорок вкручивается, уже буквально через минуту она фиксируется намертво. И выкрутить ее уже обратно невозможно. И после этого еще раз, уже дюймовым метчиком, правый, левый, соответственно, тоже метчики есть, резьба прогоняется, чтобы не было там ни струбушки, ничего не попадало. Потому что иногда бывает, что даже футорки, которые с завода идут, они не идеальны. Все равно надо резьбу прогнать. И все. И после этого, вот сколько у нас футорок было установлено за последние три года, ни разу не было никаких претензий. Все было вообще идеальненько. Так что обращайтесь, поставим, отремонтируем. Соответственно, целесообразно всякие дорогие шатуны ремонтировать. Но в принципе, любая разборная система, любая разборная система стоит дороже 2000. И как бы вставить футорку это дешевле, чем покупать новые шатуны. Тем более футорка здесь будет стальная. А на некоторых шатунах, как вы знаете, здесь алюминиевая резьба. И ее быстрее вырывает. А остальную резьбу вырвать уже практически невозможно.